В течение минувших суток украинские военные на Донбассе отразили 9 атак россиян. Во время боевых действий было уничтожено, по данным Генерального штаба Украины, 6 танков, 1 артиллерийскую систему, 12 единиц бронированной техники, 1 автомобиль, 1 зенитная установка. Также силы противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины в течение суток уничтожили 15 воздушных целей оккупантов. Это один самолет Су-34, 5 крылатых ракет и 9 беспилотников. Это утренняя сводка Генерального штаба Украины. Ну а в Донецке сообщают о возросшем количестве погибших в результате обстрела рынков в Кировском районе города. Там число погибших уже увеличилось до 5. Сегодня утром эту информацию сообщают в местных пабликах. 23 человека ранены и на месте происшествия погибли. Один пациент скончался во время транспортировки в автомобиле скорой помощи и на месте погибли четверо. 23 пострадавших, среди них двое детей, которые получили ранения средней степени тяжести. Также на рынке, на текстильщике загорелись контейнеры и пожар продолжается. Мы будем следить сегодня в течение дня о том, за той ситуацией, которая складывается в неподконтрольном украинском правительству в городе Донецке. Только что стало известно, что там же в Донецке, тоже в Кировском районе, загорелась нефтебаза. Это окраина города. Причина пожара пока неизвестна. Типичный Донецк, это телеграм-канал, который обновляет видеопоток из оккупированного города, сообщает, что пожар вспыхнул на нефтебазе перед рассветом. И очевидцы, вот как раз в этом канале, видите, сейчас на экранах, опубликовали первые данные предрассветного Донецка, когда в Кировском районе горела нефтебаза. Ну, дальше переносимся в Луганскую область. Там эвакуировали 73 человека. Об этом заявил представитель, глава военно-гражданской администрации области Сергей Гайдай. Из Рубежного вывезти людей не удалось, потому что российские военные стреляли прямо по месту, которое было анонсировано как точка сборки для вывоза гражданских из этого населенного пункта. Анастасия Волкова, наша журналистка, работает наполовину оккупированным российскими войсками Рубежным и сделала следующий материал специально для нас, чтобы знали все последние новости. На календаре 28 апреля я нахожусь в городе Рубежное. И вот так сегодня здесь обстреливают мирный город, мирные жилые районы. Как мы понимаем, сегодня эвакуации здесь не будет. Мы видим полностью разрушенное здание рядом с собой. И сейчас я постараюсь вам показать, как выглядят здания рядом, которые полностью разбиты, полностью уничтожены. И здесь в радиусе 50 метров, не знаю, километра двух нет жилого строения уцелевшего. Все разбито российскими наемниками. Загоревшие жилые дома, разбитая аптека, разрушенная авианалетами инфраструктура. Сейчас Рубежное больше напоминает город-призрак, нежели жилой населенный пункт. Собственно говоря, вы сейчас можете видеть, что остается после действий так называемых освободителей. Российские войска обстреливают жилые районы из реактивных систем запасового огня ГРАД, используют тяжелую артиллерию, минометы. И после попадания снаряда в торговый центр, либо же в жилой дом, от него остаются одни только руины. Ситуация погибшается. Ситуация ухудшается. Вы же слышите, обстрелов все больше и больше. Гражданского населения, если посмотрите, почти нет. Но это кажется, что нет. На самом деле гражданских много, и они по квартирам, по подвалам выезжать не хотят. Мне это непонятно, потому что, например, в моем подъезде сегодня около 40 человек, в том числе и молодые люди. Я этого вообще не понимаю. Сейчас следует осознавать, что здесь возможностей по эвакуации все меньше и меньше. Они могут закончиться, а вместе с тем закончится и подвоз гуманитарных продуктов. Больше 60% рубежного оккупировано российскими войсками под контролем украинских военных окрестностей населенного пункта и жилой массив Южный. Оттуда через день проводят эвакуацию мирного населения. Но сегодня она была в очередной раз сорвана. Вот так сейчас оккупанты обстреливают Дом культуры в Рубежном. Мы слышим работу тяжелой артиллерии. Бьют прицельно по квадрату, где мы находимся. И в это время здесь должна была быть эвакуация. Эвакуация местного населения в более мирные районы. Как мы понимаем, эвакуации населения снова не удастся из-за вот таких вот действий оккупантов, которые хотят освободить мирное население от спокойной и мирной жизни. Прицельными обстрелами российские наемники вновь и вновь лишают мирное население возможности выехать из этого ада. В Рубежном взорвалась эвакуация сегодня. В Рубежном сорвалась эвакуация сегодня. На подъезде к гуманитарному штабу нашему в квартале Южный водитель попал под обстрел. Целый живой, не доехал, развернулся. Обстрел велся по Дому культуры, именно по пункту эвакуации. То есть это было целенаправленно. Здесь логики с самого начала войны никакой нет. Мне кажется, просто стирают с лица земли. И люди для них это никто. В квартале Южном, в Рубежном, ну почти нет уцелевших домов. И причем были случаи, что мы ездили и забирали лежачих больных по дворам буквально. А через 2-3 дня это все было уничтожено. Все строения. Ситуация печальная. Мы хотели снять рейс эвакуации. Без того, что оккупанты обстреливают убежное. Нам это не удалось сделать. Так не удалось людям добраться до автобуса эвакуационного. В очередной раз эвакуацию из убежного оккупанты срывают. Не давая возможности людям выехать в мирные районы и жить в спокойной жизни. Несмотря на обстрелы, сегодня из Луганской области все-таки удалось вывести 27 человек из Попасной, 36 из Лисичанска и 10 северодончан. Но еще очень много людей остается в подвалах и убежищах. Только в бомоубежищах северодонецкой общины сейчас находится около 20 тысяч мирных жителей. Анастасия Волкова, специально для информационного марафона Freedom, телеканала UA. Генеральный штаб Украины, вооруженных сил Украины сообщает, что полностью освободил от российских оккупантов село Кутузовка в Харьковской области. Но Россия все равно продолжает наносить ракетные удары по домам мирных жителей, сбрасывать бомбы на Мариуполь. Азов Сталь там страдает ежедневно. Далее в нашем эфире текущая сводка ситуации на юге и востоке страны. Олег Борисов собрал информацию о самых горячих точках и сейчас представит ее на нашей карте. Украинские военные продолжают давать отпор российской армии. И самые ожесточенные бои ведутся на востоке и на юге нашей страны. Цель Российской Федерации неизменна. Они хотят взять под контроль полностью Донецкую и Луганскую область по ее административным границам. И давайте сейчас по областям. Далее посмотрим на ситуацию. Это Слобожанское направление. Тут постоянно идет подкрепление из Российской Федерации и временно неподконтрольной территории Украины. Удары ведутся на Харьков, Харьковскую область, на Изюм и на село Заводы. Именно здесь сейчас самые ожесточенные бои. И, кстати, именно в Изюм сейчас уже Российская Федерация отправила подкрепление в количестве 500 единиц военной техники. Движемся далее на Донецкое направление. От Луганска, от Донецка. Также с Российской Федерацией постоянно идут ракетные удары и подкрепления, чтобы эти ракетные удары совершать на Рубежное, Северодонецк, Попасную и Авдеевку. В Рубежном и Северодонецке наши военные дают отпор и российская армия несет огромные потери. К еще одной очень важной стратегической точки на карте Украины это Азовсталь, город Мариуполь. Тут постоянно ни на минуту не утихают бои. Российская авиация на Азовсталь только за минувшую ночь сбросила 50 бомб, в результате чего страдают и гибнут обычные мирные граждане, которые прячутся на Азовстале от российской армии, которая практически полностью оккупировала город Мариуполь. И к еще одному городу, это город Херсон. Здесь также иногда слышны взрывы ракет. Российская армия постоянно обстреливает этот город. Но я хочу акцентировать внимание на селе Великая Александровка. Именно здесь базировался ранее один из складов с боеприпасами Российской Федерации. И его наши военные уничтожили, в результате чего российские военные понесли большие потери. Но я напомню, что ежедневно по всей нашей стране звучит воздушная тревога. Не игнорируйте ее. Как только слышите сирену, прячьтесь в укрытие. Берегите себя и своих родных. И сейчас с нами на прямой связи военный эксперт Сергей Грабский. Мы обсудим и карту, которую только что увидели в исполнении Олега Борисова. Также другие карты, которые присылают нам американские наблюдатели, исследователи. И всю оперативную сводку. Сергей, доброе утро. Доброе утро, студия. Ну что ж, мы сейчас следим также за публикациями в Твиттере Министерства обороны Великобритании. У них есть отдел разведки. Давайте покажем их свежее сообщение, которое они опубликовали с утра, полчаса назад. Пишут, что в областях на Донбассе, в двух областях продолжаются особенно тяжелые бои вокруг Лисичанска, Северодонецка с попытками наступления на юг от Изюма в сторону Славянска. Также сообщается, что из-за сильного сопротивления Украины завоевания России ограничены и достигнуть цели, которые россияне ставили перед собой по захвату административных границ Донецко-Луганской областей. Они, в общем-то, не могут, в первую очередь, потому что сталкиваются с реальным сопротивлением ВСУ. Сергей, как вы оцениваете сейчас боеготовность вооруженных сил Украины к сопротивлению российским военным на Донбассе в первую очередь? Вооруженные силы Украины на Донбассе находятся в достаточно высокой степени боевой готовности. Почему? В достаточно высокой степени, потому что вы же сами понимаете, что необходимость в наступательном вооружении, которое есть в Украине, она очень важна. И именно об этом мы сейчас и говорим. А именно, мы готовы обороняться, и мы достаточно активно обороняемся на Востоке. И даже по карте видно, и по заявлению наших британских коллег, мы видим, что противник не достиг тех целей, которые он достигает. Но только обороны и войны не выиграть. И поэтому, если мы говорим о полной боеготовности, то сейчас рассматривается вопрос именно о том, что Украина будет получать более новое вооружение, и, естественно, уровень боеготовности будет более высоким в самое ближайшее время. Институт изучения войны. Институт, да, изучения войны. Это американская организация. Давайте посмотрим их карту. Они публикуют каждое утро по Киеву. У них это ночь. Свои, значит, данные. Вот видим сейчас красным отмечено юг Украины, восток Украины. Это все имеет уже привычные нам такие очертания. Знаете, и на мой взгляд, Сергей, вот мне кажется, что, судя, вот я могу сейчас увеличить немножко, что особого-то продвижения у российских войск не наблюдается по территориям Украины. Вы такие карты смотрите в динамике, может быть? Может быть, вы видите какие-то изменения в контурах на границах, которые вот сейчас у нас сбоку на экране? Да, абсолютно. Я как бы пользуюсь несколькими источниками и нашими картами, и британскими, и американскими в том числе. Безусловно, общее положение такое, что противник, несмотря на просто отчаянные попытки прорваться на каком-то из направлений, ну, в течение уже двух недель, если мы говорим о севере, я прошу обратить внимание на северную часть. Вы имеете в виду северную часть Украины, да? Чернигов? Нет, нет, я имею в виду Донбасс. Ага, вот здесь хорошо, да. Да, они практически за 10 дней, накопив там просто колоссальные ресурсы, так и не продвинулись существенно никуда. То есть в течение 10 дней продвинуться, как вы видите, на расстояние каких-то 10-12 километров, это не наступление, это топтание на месте, если мы так обсуждаем. На юге ситуация для россиян выглядит еще более плачевно, потому что они за 5 дней боев практически нигде не продвинулись ни на километр. То есть были отдельные тактические попытки прорыва, их отбивали там, идет постоянное топтание на месте, что говорит о том, что наступление как такового, хотя оно и заявлено, мы не видим. То есть с течением времени Россия теряет огромные силы, она несет жестокие потери. Если брать даже динамику, которая опубликуется, то минимум в день Россия теряет танковую роту и роту своих бойцов. Эта цена очень высокая, и понимая, что на сегодняшний день российские войска имеют достаточно ограниченные возможности по личному составу, именно на сегодняшний день. Можно говорить, что такие потери несовместимы с целями наступления. И у меня создается такое впечатление, что вряд ли России удастся достичь тех целей, которые они ставили перед собой, а именно окружить украинскую группировку на Донбассе в целом. Сергей, а сколько, вот вы говорите, рота? Это, насколько я понимаю, фиксированное число в нынешних условиях и в нынешней войне. Какое сейчас число относится к роте? Да, но это в зависимости от типа. Если десантная рота, то мы говорим 80-90 человек. Если мы говорим о стрелковой роте, то это порядка 120 человек. Каждый день. Каждый день Россия теряет такое подразделение. Но я так понимаю, что они-то особенно не публикуют эту информацию у себя. И вот те сообщения, где матери, родные, сестры ищут своих родственников, они приходят. Но недавно объявили, что в военкоматах будут выдавать информацию такого характера только ближайшим родственникам. Подобная практика, ну, может быть, вы помните, как в Советском Союзе было по афганской кампании. Вообще, раньше встречалось где-либо на нашей территории бывшего Советского Союза, что вот такие большие потери, и правительство пытается реагировать таким образом. Вот такая, может быть, историческая ретроспектива от вас. Ну, если так брать, то это только можно сопоставить с периодом Второй мировой войны на территории бывшего Советского Союза. И тогда сообщения шли только родственникам, то есть эти знаменитые похоронки, которые получали ближайшие родственники. И больше ничего. Естественно, и это, в общем-то, мировая практика потери своих сил страна, ведущая войну, как правило, не публикует. И это становится известным уже по окончанию войны, по истечению какого-то времени. Но это, конечно, не касается Российской Федерации, где потери даже Второй мировой войны до сих пор засекречены. Вот вы упоминаете о потерях. В течение суток есть данные, что украинские военные на Донбассе отразили 9 атак россиян. Во время боевых действий было уничтожено 6 танков, 1 артиллерийская система, 12 единиц бронированной техники, 1 автомобиль, 1 зенитная установка. Силы противовоздушной обороны ВСУ в течение суток уничтожили 15 воздушных целей оккупантов. Самолет Су-34, 5 крылатых ракет и 9 беспилотников. Это данные украинского генштаба. Понятное дело, что это Украина сообщает. Есть подтверждение этой информации в разных, знаете, есть такие, как журналистские проекты, где они видят видео, фото в полях, идентифицируют эту технику и дальше составляют уже реестры потерь из открытых источников. Так вот, по определенным типам техники совпадение почти 100% сначала с 24 февраля. Сергей, можете еще рассказать по Киевской области? Мы вчера наблюдали удары ракетные по Лукьяновке и по городу Киеву. Это цель этого действия, по вашему мнению, какая? Запугать, деморализовать, внести дестабилизацию в столицу? Либо оттянуть внимание сил и средств с Донбасса на север страны? В данном случае мы имеем дело с так называемыми плановыми обстрелами. То есть задается цель, задается план и наносится удар в соответствии с поставленной задачей. Ну и так совпало, что как раз в это время в Киеве присутствовал генеральный секретарь Организации Объединенных Наций и премьер-министр Болгарии. Ну и знаете, с точки зрения здравого смысла и вообще политики, это безумие наносить удары в то время, когда в столице находятся такие гости. Потому что запугать их, я имею глубокие сомнения, что этим их запугаешь. А добавить негатива в восприятие России как агрессора, этого сколько угодно, что собственно и случилось, по моему мнению. Что касается общей обстановки. Да, такие удары наносились, наносятся и скорее всего будут наноситься с разной степенью интенсивности. В зависимости от того, насколько у России хватит таких дальних и высокоточных боеприпасов. И нужно понимать, что это количество конечное. И Россия просто не успевает восстанавливать необходимый арсенал таких ударных средств. Но это не дает нам права расслабляться ни в Киеве, ни во Львове, ни в Хмельницком, ни в Одессе, ни в Чернигове. То есть удары будут продолжаться, наноситься. Поэтому мы всем, всем, всем просим уходить в бомбоубежище, беречь свою жизнь и здоровье. Да, присоединяюсь к этому призыву. Также не только наблюдать за воздушной сиреной, также читать новости, смотреть эфиры и включать радио для оперативного информирования. В общем, Сергей, я понял так, что ситуация развивается на Донбассе медленно и неравномерно, судя по тем картам, которые мы наблюдаем. Прогресса в продвижении российских войск особенно-то и нет. И подвижек, который, помните, была такая битва за Донбасс, все паблики пророссийские писали о героическом и быстром сражении. Мне даже несколько попадалось сообщений на глаза, что да мы Мариуполь, да мы Северодонецк, да мы Краматорск возьмем, если захотим, за 72 часа. Но видим, что это не получается. И одна из причин, насколько я понимаю, логистическое и низкий боевой дух солдат российских. И главная причина это стойкость и сопротивление украинских вооруженных сил. Вот, собственно, такой итог мы с вами можем подвести под нашей сегодняшней утренней беседой. Сергей, спасибо вам за включение. Надеюсь, будем сохранять оптимизм в этих битвах, которые ведутся за украинскую демократию и независимость. Сергей Грабский, военный эксперт, был с нами на прямой связи. Но мы движемся дальше и сейчас послушаем данные из всех регионов Украины за минувшие сутки, где происходили обстрелы, где проходили освобождения наших территорий и какие планы есть у украинских военных на ближайшее будущее. Российскими ракетами по Мирному Киеву и снова по жилому району. По предварительным данным пострадали 10 человек. Частично разрушены нижние этажи жилой высотки. Вспыхнул пожар. Больше часа понадобилось спасателям, чтобы справиться с огнем. Во время ракетного обстрела в Киеве с визитом находился генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш. Он прилетел в украинскую столицу на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Гутерриш заявил, что в 30 локациях в стране сотрудники ООН оказывают украинцам всю возможную помощь, а также пообещал, что ООН будет бороться за скорейшее наступление мира в Украине. И сегодня сразу по завершению наших переговоров в Киеве в город полетели российские ракеты, 5 ракет. И это говорит многое об истинном отношении России к глобальным институтам, о попытке российского руководства унизить ООН и все, что организация олицетворяет. А значит требуют соответствующей мощной реакции. Российские ракетные удары по Украине, по Киеву, Фастову, Одессе, Хмельницкому и другим городам в очередной раз засвидетельствовали, еще нельзя расслабляться, нельзя думать, что война уже заканчивается. А это последствия ракетного удара по Запорожью. Оккупанты выпустили ракету класса «Воздух-Земля» по жилому сектору. Есть раненые, среди них 11-летний мальчик. Ракета деноцифицировала жизнь мирных жителей, не пощадила их жилье и домашних питомцев. Собачка-то зашел в русский мир, а? Животина-то не при чем вы, с***ра. Не могу говорить. Враг наносил удары и по Харькову. Из артиллерии накануне российские оккупанты обстреляли Киевский и Немышлянский районы. Двое мирных жителей погибли, четверо ранены. Также продолжились обстрелы населенных пунктов Харьковского района. Там погибли трое человек, ранены семеро. Поселок Золочев вновь под огнем российских захватчиков. Целых домов здесь остается все меньше. Вражеские подразделения предприняли попытку наступления на позиции сил обороны Украины на направлениях Бражевки и Довгенькова. Безуспешно. Понесли потери и отошли. Также оккупанты безуспешно пытались взять под контроль основные объекты Большой Камышевахи. Силами обороны Украины восстановлен контроль над населенным пунктом Кутузовка Харьковской области. Жители Одессы накануне слышали звуки взрывов. Запущенные российскими военными ракеты успешно уничтожили силы противовоздушной обороны. Нашими подразделениями противовоздушной обороны в небе над одесским районом было сбито три вражеских ракеты, которые летели убивать мирных жителей. Спасибо нашим военным за безукоризненную работу. Также вчера ночью враг пытался осуществить воздушную разведку объектов инфраструктуры с помощью беспилотника, но и его сбили наши подразделения ПВО. По-прежнему под постоянными обстрелами Донбасс. Накануне в Донецкой области российские неуправляемые авиаракеты попали в промышленное предприятие и жилые кварталы. Повреждены по меньшей мере девять частных домов. Погибли трое мирных жителей, четверо ранены. Под ежедневными обстрелами и Луганская область. Власти призывают жителей эвакуироваться в более безопасные регионы. Людей просят воспользоваться возможностью, пока она есть, чтобы потом не убегать от войны пешком. Марьяна Дмитренко. Специально для информационного марафона «Фридом». Телеканала ЮАЙ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова